привет народ сегодня с вами снова я евгений пугачи на данном канале мы как всегда с вами говорим о бареатрии очень важный дисклеймер я не являюсь врачом у меня нет медицинского образования я бареатре который перенес 2 бареатрические операции я в этом видео конкретно еще раз расскажу почему это произошло и хотел бы с вами поделиться информацией почему же вторая бареатрическая операция вам как и мне как и большинству не поможет для похудения для начала почему и какие операции я сделал примером 2011 году я сделал резекцию желудка похудел при этом со примерно 180 плюсом килограмм до 93 90 93 примерно за полтора года можно так сказать все было хорошо все было классно но как как вы знаете по статистике вес немножко пошел наверх и он остановился в что-то примерно около 100 килограмм и это нормально потому что как мы знаем человек который похудел он как правило от максимального своего сброса веса вернет 30 процентов то есть если человек похудел на 100 килограмм возьмем это как сто процентов да то скорее всего он 30 килограмм обратно вернет после максимального похудения это статистика с этим ничего не поделаешь есть уникумы да есть те у кого кто спустился держит примерно тот же самый вес их не очень много но они есть что почему же пошел на вторую операцию объясняю меня после резекции пошла одна из самых распространенных побочек к сожалению у меня пошел рефлюкс также была грыжа верхней части желудка что произошло она у меня оттянула заслонку и пошел рефлюкс то есть кислота наверх спать я не мог последний буквально месяц ну чуть поменьше после операции я практически спал сидя потому что если я я ложился на подушку все это выходило выплескивалось мне чтобы не разрешили делать вторую бариатрическую операцию пришлось поправиться каюсь я это сделал преднамеренно потому что есть операция которая может подчинить вам эту грыжу а есть операция уже 2 бариатрическая которая даже если будут какие-то проблемы то есть рефлюкс у вас больше не будет я лично знаю людей кто меня не послушали свое время сделали 3 бариатрический 3 бариатрические операции что произошло они сделали слив на резекцию после этого им какой-то умный врач посоветовал делать мини шунтирование хотя мини шунтирование и слив на и резекцию запрещено делать тем кого есть рефлюкс чтобы кстати это знали можете спросить из своего врача если он говорит что это не так плюйте ему в рожей и идите к нормальному я прямо об этом говорю дальше значит и чек пошел на вторую эту операцию я лично знаю ни одного и все было хорошо примерно месяца два-три потом опять еще хуже поэтому пришлось делать классическое шунтирование поэтому ребят те из вас кто страдают после резекции или мини шунтирование желудком от изжогами отрыжками прочее путь на вам на фгс и снимок чтобы увидели если вас грыжа скорее всего она у вас есть еще раз скорее всего и готовьте сделать шунтирование те кто еще не выбрал к операцию делать ребят после любой операции возможной по бочке просто во время шунтирования желудка полного обычно игру про ссаде или еще чуть-чуть игру про конкретно классическую шунтировать желудка как правило побочек гораздо меньше но это мой опыт какой стир почему же 2 бариатрическая операция вам не поможет для решения проблемы вашего личного веса объясняю после первой бариатрической операции тело получает встряску очень сильную и у вас будет максимальный сброс то есть ваш организм уже привыкнет тому и запомни то что был максимальный сброс когда вы сделаете вторую бариатрическую операцию я не хочу сказать что вы не похудеете их совсем вы вы немножко похудеете но если вы себе ставите цель скинуть 50 килограмм до после второй бариатрической операции но если вы скинете там 10-15 скажите спасибо потому что у вас тело уже привыкло это раз два у вас есть голова если вы не смогли головой головой понять что после первой операции блин не надо жрать как свиньи то и после второй операции вы не сможете понять что не надо жрать как свиньи почему я говорю так я сам был кабаном свиньяка из вот такой вот хари шеи не видел дружка тоже ребят я знаю какой я был на данный момент мой вес составляет примерно 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 он он сейчас пошел вниз у меня был инфаркт те кто не знает у меня где-то пять месяцев тому назад был инфаркт обширный и я не мог двигаться то есть у меня был вес примерно 100 103 килограмма после инфаркта после того что я отлеживался да у меня вес составлял примерно уже к сожалению вернулся на 118 120 килограмм сейчас же я уже потихоньку начал двигаться именно потихоньку и на сегодняшний день я сегодня утром взвешивался мой вес уже составляет 113 килограмм и я уверенно медленно но уверенно иду вниз почему да потому что я знаю как это сделать если я хочу скушать мороженого то я его съем вопрос количестве вот поэтому вторая бариатрическая операция ребят не ждите от нее каких-то там чудес и сброса веса я не только говорю по себе я говорю по большому количеству людей которых я знаю израиле бариатрической операции очень распространенный и здесь израиль это одна из тех стран из лучших стран мире где делают бариатрической операции да вы сейчас скажете вот есть турция и шмурцы ребят есть я говорю о фактах потому что здесь как правило операции делают или врачи топовые или профессора вот но мы не будем сейчас говорить какая страна круче круче и прочее это неважно ребят надо подходить к выбору врача совершенно не так как я вижу это как мне происходит в группе кстати у меня из группа в телеграм где мы с бариатриками общаемся можете пройти по ссылке в описании присоединиться к нам ребят я надеюсь я смог вас убедить что если вы поправились после первого вариатрической операции то 2 бариатрическая операция если у вас нет на это никаких причин делать не надо пожалейте себя пожалейте ваше здоровье пожалейте ваших близких конце концов которые могут за вас переживать за то что вы опять идете под нож и поверьте мне большинство из этих вещей у нас в голове если у вас нет никаких побочек не идите есть побочки выбора нет ну тогда вперед желаю вам здоровья